Приветствую! Приветствую вас, уважаемые телезрители! Сегодня мои славные гости – это трубач Сергей Накаряков и его сестра, пианистка Вера Накарякова. Сергею, не скрою, 31 год и хочу похвастаться, что из них мы знакомы лет 20 примерно, так что весь блистательный взлет молодого маэстро проходил на моих глазах. Ну, начать с того, что Сергей родился в Нижнем Новгороде в музыкальной семье и начал заниматься игрой на фортепиано с 6 лет примерно. Затем лет в 9, если я правильно излагаю вашу биографию, критики же должны знать биографии знаменитых музыкантов, случилась травма позвоночника, и ему рекомендовали выбрать какой-то другой инструмент, на котором можно было бы играть не сидя. И так Сергей, наверное, не без помощи папы выбрал трубу, или, вернее сказать, труба выбрала его. И так начинался ваш роман с трубой? Да, всё абсолютно верно. После того, как случилась травма позвоночника, врачи сказали, что нельзя сидеть долгое время, и как раз папа тогда предложил попробовать трубу. И я эту идею воспринял с большим энтузиазмом, так как, если честно, не очень любил, точнее, совсем не любил заниматься фортепиано. Не говорите это у пресестре. Труба тогда казалась таким мужским инструментом, это было очень интересно. В Алмате на фестивале были совсем мальчиком, еще отроком, можно сказать. Но меня тронуло, как такие суровые профессионалы, как духовики из оркестра Олега Лунстрема, сразу вас почувствовали равного себе, музыканта уже, а не просто мальчика, играющего на трубе. Помните, это было очень как-то так и забавно и трогано, как они к вам относились, правда? Я помню этот момент, это был один из первых больших фестивалей, действительно, тогда мы очень подружились с музыкантами из этого оркестра и подружились и замечательно общались. Я должен сказать, что теперь Сергей Накаряков живет во Франции. Зарубежная пресса называет его Паганини трубы, Каруза трубы. И вы понимаете, что такие эпитеты надо было заслужить. На трубе играют многие, но все-таки вы выделяетесь среди других музыкантов, которые играют на вашем любимом инструменте. Но начнем с того, что среди трубачей, во всяком случае, советских, кумиром был Тимофей Дакшицер. И, насколько я знаю, вы, прослушав его пластинку, в общем-то, убедились в том, что труба ваш инструмент. И потом вам даже посчастливилось с ним познакомиться, да? Все верно. Услышав его записи, это была пластинка, которую Вера привезла когда-то из Москвы. А пластинка, переложение Тимофея Александровича, прелюдии Баха, из хорошо темперированного клавира. И, прослушав эту пластинку, я был растроган до слез и понял как раз тот момент, что действительно хочу идти в этом направлении. А потом вы играли перед ним? Потом я играл перед Тимофеем Александровичем. И, хотя я никогда у него не учился, но несколько раз доводилось с ним пересечься. Ну вот, когда, не теперь, в своей уже известности, а еще молодым музыкантом, когда вы играли перед такими мэтрами, как Тимофей Дакшицер или Морис Андре, то какой-то трепет испытывали? Или уже верили в себя? Трепет, по крайней мере. Мягко сказано? Да, очень волновался. А вот эти мастера охотно делились своими, скажем, секретами? В тот момент профессиональных разговоров, на самом деле, практически не было. Они просто с вами как с молодым коллегой беседовали, да? Потому что я знаю, Морис Андре тоже о вас очень лестно отзывался. Я перед ним играл один раз, да, это было давно, в 93-м году. Но сказал много всяческих приятных вещей в тот момент. И как так сложилось, что перед Тимофеем Александровичем я волновался гораздо больше. И уже позже, после того, как я приехал, много лет спустя в Вильнюс, играть в переложение вариаций на Тимофеем Кокко-Чайковского, это была, по-моему, наша последняя с ним встреча, тоже очень волновался. Ну, конечно, это можно понять, потому что он был, в общем-то, можно сказать, главой цеха, наверное, всех трубачей Советского Союза. Ну, для меня он не просто трубач, он для меня большой музыкант. Ну, это верно. Вот ваш дуэт с Верой, наверное, начался тоже в очень еще нежном возрасте, да? Начался в нежном возрасте для Сережи, и можно сказать, что это было его где-то начало его подросткового возраста, и моя такая уже зрелая юность. Но у вас за плечами Московская консерватория, вы учениц Веры Горностаевой, да? Да, перед отъездом из Советского Союза, тогда я училась в классе Веры Горностаевой. Ну, вам приходится давать сольные концерты, и Сергею также. Но, по-моему, вы очень любите выступать вместе и делать записи, о чем свидетельствует ваша фонотека, я бы сказал. Безусловно, я могу говорить со своей стороны, что для меня огромное счастье играть с моим братом. Это колоссальное единение, и то, что проявляется лучшего между нами в жизни, слава Богу, что оно сохраняется, по моим ощущениям, в нашем исполнительстве. Ну, у Сергея еще нет, по имеющимся у меня сведениям, детей, но зато он дядя, поскольку у вас уже есть. Да, это правда. Четыре с половиной года назад у нас появился Петя Охотников. Петя Охотников, поскольку ваш супруг знаменитый певец Мариинского театра Николай Охотников. Петя проявляет уже музыкальные склонности, надеюсь? Ну, на этом этапе можно говорить о каком-то начальном интересе. То есть, вот он способен сидеть за пианино, играть какие-то благозвучные, находить ситуации на инструменте, и при этом радостно оглядываться и говорить, у меня получается, ура. То есть, что-то такое, какие-то начинания. То есть, вы не принуждаете, вы пока только наблюдаете за ним, да? Я очень боюсь насильственного момента. Вот на сегодня я чуть-чуть потеряна в плане определиться с какой-то инициативой, определить уже направление, в котором будет потом развиваться ребёнок. Мы с мужем предоставляем ребёнку как можно больше свободы. Ну, наверное, это мудро. Но всё-таки, ну, если вспомнить ваше детство, вот ваши родители, музыканты, они вас подталкивали же, да, наверное, к занятиям музыкой? Я со своей стороны могу сказать, что у меня было очень дисциплинированное детство. Да. Вот. И оно при всём при этом было... Но девочки вообще дисциплинированы. Да, я была очень послушна. И при всём при этом оно было наполнено очень богатыми впечатлениями, поэтому... Помимо музыкальных? В основном музыкальными впечатлениями, о чём ни в коем случае нельзя сожалеть, потому что это тоже огромное счастье. И уже будучи ученицей третьего, четвёртого класса, я уже осознавала, что моя жизнь отличается от жизни моих одноклассников, которые учились со мной тогда ещё в общеобразовательной школе. И после этого, когда из Горького тогда я оказалась в центральной музыкальной школе в Москве и стала жить в интернате, я поняла, что попала уже в среду близких себе людей. Но вот до этого ощущала печать какой-то исключительностью на уровне общеобразовательной школы. Исключительностью собственной жизни, не своей личности, а протекания жизни. Правильно. Но вот интернат, через который прошли многие выдающиеся наши музыканты, при том, что это интернация МШ, это всё-таки особая атмосфера, как вы правильно сказали, но всё-таки этот отрыв от семьи, от родителей, это тяжело, наверное. Это было достаточно болезненно, и не скрою, что первые годы находясь в интернате... Особенно для девочек, наверное. Это было непросто. Первые годы я ощущала Москву даже где-то холодной. Да? Потом она раскрыла вам объятия? Да, безусловно, безусловно. Море, опять же, впечатлений, море познания. Ну, конечно, тут всё-таки другие горизонты. Через театры, концерты, общение. Да, педагоги, прекрасные педагоги, безусловно. Ну, и вот вы наблюдали брата в его развитии. Вот эти первые занятия на трубе и всё, как это проходило? Всё-таки в охотку сразу? Огромный контраст по сравнению с его же занятиями на фортепиано, потому что занятия на фортепиано... Которые шли немножко из-под палки, да? Шли не то, что немножко из-под палки, они проходили даже забавно, потому что иначе, как в пилотке с военной звездой в центре, значит, в кобуре, усеянной патронами и так далее, вот иначе усадить за пианино было невозможно. Вот, а дальше было, кто победит в борьбе? А пилотка и патроны как-то они стимулировали, да? Ну, делаем все. Вы шли как на революционный подвиг? То есть, вот с таким темпераментом впереди должен был оказаться либо спорт, либо вот какой-то такой, видимо, мужской инструмент, который и появился, слава богу. Вот один из ваших дисков, один, по-моему, называется «Легия», а второй называется «Из Москвы с любовью», да? «From Moscow with love», да? Ну, это оркестром. Это с оркестром. С оркестром ваш диск, который хорошо продается, так что на Западе, я имею в виду, и в Японии. Да, кстати, Япония, страна, которая вас нежно полюбила, и, по-моему, вы ежегодно там, да, даете много концертов. Мы там были много раз, это правда. И турне такие, ведь многодневные. Ну, раз приходилось там бывать по полтора месяца, один раз у нас было 17 сольных концертов. Это серьезно. Но японская публика, вот она тоже необычайно трогательна. Я наблюдал это, скажем, и на выступлениях балета, и на выступлениях наших выдающихся музыкантов. Вот они реагируют совершенно иначе, гораздо, может быть, эмоциональнее, я бы сказал, да? Потом эти очереди после окончания концерта с какими-то маленькими подарочками, просьбой автографов. Это иначе, чем в Европе и Америке. Может быть, они не так активно аплодируют в зале, но действительно после концерта иногда приходило, наверное, больше, чем ползала за автографами. Это правда. Иногда процесс как раз раздачи автографов занимал больше времени, чем сам концерт. Субтитры создавал DimaTorzok Вот жизнь солиста именно в современном мире ведь не очень легка, правда? Ведь завоевать право быть солистом, это уже непросто. Ну, сейчас у вас репутация, вы востребованы, это понятно. Но ведь к этому надо было прийти, на это ушли, в общем, годы и, наверное, немалые творческие усилия. Очень много сил потратил папа, конечно, в борьбе с разными менеджерами. И, конечно, очень многое зависит от менеджера, от отдачи и от желания. Потому что, конечно, менеджеру гораздо проще работать с музыкантами, у которых уже есть имя, и которых постоянно зовут, и не надо приводять никаких усилий. А когда есть начинающий музыкант, то надо что-то делать самому. Ну, и, конечно, особенно раньше было много всяческих сложных ситуаций. В честь и славу менеджеру, который как раз увидит на взлете молодого музыканта и возьмет его под свое крыло, и музыкант будет расти и приносить все больше дохода тому же менеджеру. Вам доводилось играть со многими выдающимися музыкантами, не только дирижерами, но и пианистами. Скажем, первый концерт Шостаковича, насколько я только знаю, вы играли и с Мартой Аргерих, и с Евгением Кисиным, и с Денисом Мацуевым. И даже успели с Татьяной Николаевой, да? Все верно. Ну, и это были разные концерты Шостаковича? Абсолютно. Абсолютно. Но я очень хорошо помню все эти выступления в деталях. И это, конечно, колоссальное впечатление. Первый свой, так сказать, качественный, скажем так, инструмент вы получили из рук Владимира Спивакова, да? На его фестивале в Кальмаре. Владимир Теодорович меня позвал в 90-м году, как раз первый раз, на свой фестиваль в Кальмаре. Там подарил мне мой первый хороший инструмент. А сейчас вы на каких играете? Это не какие-то специально для вас конструированные инструменты, да? Ну, там есть, может быть, два маленьких изменения, но которые... По вашему желанию, да? Да. А, ну, все-таки это индивидуальный инструмент. Немножко индивидуальный, хотя с серийным номером. Ну, важный номер, важна суть, мне кажется. Я думаю, это важный исполнитель, на самом деле. Да, но инструмент, все-таки это продолжение исполнителя, тем более, вот уже такой свой, когда вы имеете возможность выбирать, не просто в силу житейских обстоятельств пользоваться тем, что досталось. И, наверное, вот многие, ну, скрипачи особенно, правда, вот Юрий Башмет и Альц свой, конечно, тоже одушевляют и даже наделяют какими-то мистическими свойствами, беседуют с ним. Иногда инструмент, как мы знаем, не принимает кого-то. Вот в музее Скрябина вам расскажут легенды, конечно, о том, что вот этот Скрябинский Бегштейн, он не всех принимает пианистов. И я в это верю. Наверное, в инструменте, но особенно, конечно, вот в струнных живет душа и мастера, и, наверное, тех исполнителей великих, которые к нему прикасались. Я думаю, что скрипачи, альцисты гораздо больше зависят от инструментов, чем трубачи. Ваш все-таки более технический инструмент, да? Мне кажется, проще. Вы играете репертуар не только специально для трубы написанного, но и переложения, в частности, сделанные вашим отцом для трубы, флюгельгорна. И, скажем, вы играли вариации на тему Рококочниковского в переложении для флюгельгорна. Это почему происходит? Вам не хватает специального репертуара для трубачей? Или вы, в какой-то мере, в кавычках, завидуете вилончелистам, вокалистам? В какой-то степени завидую, потому что в ту пору для этих инструментов описали такие композиторы, как Чайковский, Шуман и многие другие. Мне просто нравится эта музыка. Может быть, я в какой-то степени старомодный. Это любопытно слышать от такого молодого человека. Вот Чайковский, которому вы и мы все объясняемся в любви, ведь он слышал это в виолончельном изложении. Если бы он хотел, он бы написал это для трубы. Нет ли тут вот все-таки какого-то такого момента? Ну, я не скажу этического, но все же. Вот переложениями иной раз увлекаются, иной раз даже чересчур. Но у вас это получается блестяще. Но нет такого вот сомнения все-таки, если вспомнить известный романс? Когда есть сомнения, то я просто наберусь играть определенное произведение. А потом в ту пору, если так можно сказать, в палитре композиторов тех времен не было. Это сольные трубы или сольная флигельборна. И я уверен, что если бы этот инструмент тогда существовал как сольный инструмент, то для него было бы написано много замечательных произведений. Сольная флигельборна. Я тоже думаю, что многие гении от Моцарта до Чайковского, они писали же даже для конкретного исполнителя. Это и в наше время происходило, тоже для Ростроповича. Сколько написано виолончельных концертов, которые не были бы написаны, если бы не было такого гения, и если бы гениальные композиторы с ним не познакомились. Но виолончель и человеческий голос, может быть, ближе всего к трубе? Виолончель к флигельборну, голос к трубе, к флигельборну в зависимости от конкретного произведения. Здесь уже, наверное, дело вкуса. Но на самом деле я играю также в произведениях, написанных для Валторна, для Габоя, для Скрипки, для Фагота даже. Вас не упрекают за это? Упрекают. Упрекают? Честно сказал коллеги. Не публика во всяком случае. Трубачи. Трубачи. Хотя не только трубачи, но здесь опять-таки дело принципа для многих тоже. Многие это отвергают даже не услышав. Из пульских соображений? А не услышав просто? На самом деле даже сами композиторы делали обработки своих собственных произведений. Да, это правда много. У вас есть список намеченных шедевров, которые вы попытаетесь переложить или попросите отца? Папа переложил очень много произведений, которые я еще не успел опробовать. Даже есть еще неисполненные вам? Есть еще неисполненные. И есть новые произведения, которые я записал, но еще не играл на сцене. Например, ре-мажорный виолончельный концерт Гайби. Это в проекте на ближайшее будущее. Так что, ну, тем самым у вас расширяется, в общем, палитра ваша, да? Постоянно, да. Вы с Верой участники вот этого фестиваля и, можно сказать, движения, которым руководит Денис Мацуев, Крещендор. И вот это ваше поколение 30-летних, иногда даже моложе, и 20-летние там участвуют. В общем, самых талантливых представителей русской исполнительской школы, часть из которых живет в стране, часть за рубежом, во Франции, как вы, или в Англии, в Америке, в Израиле, в других странах. Как вам кажется, вот сама идея, по-моему, проведения такого саммита молодых виртуозов, мне кажется, очень перспективной и всецело заслуживает поддержки. Мне кажется, это замечательная идея, безусловно, и здорово, что этот фестиваль проходит в разных странах. И в разных городах России. Да, как такой посол. Я помню, как вы играли в «Царском селе», тогда все-таки пушкинская тень где-то рядом витает, наверное, для молодых исполнителей. Это особое место, это правда. Особое место, правда. На «Дягилевские вечера» в театре «Шанзу-Лизе» это было очень красиво. И вот Юрий Хатувич, такой требовательный мастер, он, мне кажется, не сразу принял идею все-таки именно переложения для флюгельгора, наваряется, на тему рукокона, услышав вашу игру. Вы убеждаете своей виртуозностью людей в этом. Я думаю, что это не должно быть такой общепринятой практикой. Это может себе позволить, по-моему, не каждый такие вещи. Что касается меня, ты получил колоссальное удовольствие, когда мы с Юрием Катувичем вместе играли там. Так и он остался доволен. Он же, как вы понимаете, человек прямой, человек, который не стал бы кривить душой, если бы ему это не понравилось. И он весьма одобрительно о вас отзывался в этом исполнении. Ну, в общем, с кем еще из таких мэтров мирового искусства? С Эрик Лассом, да, вам пришлось в Сталине тоже выступать? В Сталине был давно концерт, да, это было уже много лет назад. Конечно, с Владимиром Спиваковым, с Аулюсом Сандетскисом, с Владимиром Ашкенази. Западные дирижеры тоже. Но с Ашкенази вы работали, естественно, только как с дирижером, да? Только как с дирижером. Потому что пианист у вас есть свой домашний. Это замечательно. Верочка, а вот когда вы выступаете, Сергей, все-таки какое-то, наверное, тоже особое чувство и гордости за братика. И, наверное, вообще от концертмистера же зависит очень много. Для певца, для любого инструменталиста, это в свое время Шаляпин сказал, когда Рахманинов сидит за роялем, нельзя сказать, я пою. Надо говорить, мы поем. И, наверное, вот это ощущение родства не только музыкального, но и кровного, оно вам помогает тоже в контакте, вот этом, на сцене? Безусловно, отношения у нас за многие годы совместной работы и совместной жизни сложились очень нежными и очень близкими и теплыми. И мне кажется, что и в нашем совместном творчестве можно говорить о том, что эти черты присущи нашей работе совместной. Хотелось бы думать, что это слышно. Да, это несомненно. А вы оба любите больше выступления на концертной эстраде или записи студийные такие стерильные? На концерте на самом деле проще. Потому что есть поддержка из зала. Да, это очень важно, потому что в студии как-то все сухо. Степень живого контакта, безусловно, что каждый раз она не одинаковая. То есть этот контакт, он может быть ближе, дальше. Здесь много всяких факторов. И акустика, и расстояние, на котором сидит слушатель. И действительно степень доброжелательности. Иной раз это чувствуешь. Вот некоторые из ваших молодых коллег уже пробовались немножко в композиции. Вам не доводилось? Я думаю, что мне это не грозит. Почему? Если вы любите переложения, почему бы не заняться самому композицией? Для любимых инструментов. Мне пока не приходили такие идеи, на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что вы как дитя 20-го и уже 21-го века с компьютером в ладдах. Я с компьютером на вы и, на самом деле, ничем серьезным не занимаюсь. Ну, в общем, играми, но, естественно, там все это освоили. Без этого, наверное, музыканту современному невозможно, поскольку много же приходится по миру странствовать, и контакт надо поддерживать с теми же менеджерами. Без компьютера уже сложно. Не говоря уже о родных. С родными по телефону. С родными по телефону все-таки, да? В последнее время так вышло, что мы живем в разных странах. Я живу в Санкт-Петербурге, я во Франции, и, конечно, в основном по телефону получается. Ну, отрадно, что вы чаще стали приезжать в Россию, и как-то вас здесь полюбили. И, наверное, вы оценили то, что публика русская к вам относится. Это так же тепло? Всегда-всегда тепло, это что было. Всегда очень приятно. Педагогикой вы не думаете заниматься? Вот Алексей Гринчук, ваш, примерно, ровесник, уже так активно преподает. Бывают мастер-классы в разных странах. Что касается постоянного преподавания в каком-то музыкальном заведении, то я пока не думаю на эту тему. И на мастер-класс иногда приходят люди старше вас, ведь, да? Да, довольно часто, на самом деле. Вообще, возраст же биологический музыканта и, так сказать, зрелость творческая, они не всегда в соответствии. Все верно, да. Не всегда совпадают. Не всегда совпадают. Хорошо. А еще что входит в круг ваших интересов? Значит, компьютер это вынужденное, как вы понимали, и развлечение. Ну, в 21 веке действительно без компьютера уже сложно. Даже мои продвинутые сыновья меня немножко научили им пользоваться. Ну, чтение осталось, я надеюсь? Чтение, конечно, осталось. Потом кино и, безусловно, друзья. Хотя с друзьями очень сложно поддерживать контакт, поскольку все живут в разных странах теперь. Но я вижу, вот при том, что вот ваше поколение, конечно, путешествует невероятно много, интенсивная жизнь. Но путем вот тех же смс-ек, имейлов и всяких, значит, мобильных телефонов связи поддерживаются. И потом все же нередко судьбы скрещиваются, правда? Ну, пересекаются. Сложно постоянно поддерживать со всеми контакты. Иногда контакты теряются, к сожалению. Потом опять-таки приехав опять в эту же страну, они налаживаются. Но не всегда это просто. Ваш график до какого примерно года расписан? Ну, в 2010-м надо есть ангажемент уже. Уже есть. Ну, вот. У вас, поскольку вам рано пришлось очутиться за границей, языковых барьеров нет? Вы, наверное, по-английски, французски? По-английски, по-французски, да. Ну, для музыкантов вполне достаточно, я думаю. Если были бы вокалистом, тогда надо было бы еще итальянский, конечно. Это верно, да. Хорошо. Верочка, а вы, пианистка, мама, жена, сестра, это же столько разных амплуа. Но теперь, наверное, на первый план выходят материнские обязанности, да? Я могу сказать, что те два часа, дай бог, которые я сегодня могу себе позволить, я их просто вырываю в своем... Для... Да, в своем... В своей... Да, для игры. И это вот часы, почти часы молитвы, можно сказать. Вот такие часы уединения, когда идет и работа, и отдохновение одновременно. Ну, и в какой-то мере приобщение малыша тоже к музыке, да, если он... Не совсем, потому что заниматься я бегаю в консерваторию, мы живем на театральной площади, прямо рядом с консерваторией. Да, это замечательно. Музыканты вашего поколения уже и права на самолет получили. Я слышал об этом, да. Пока как-то... Вот, скажем, Александр Мельников, по-моему, и даже некоторые девушки от них не отстают, пианистки, видите? Так что... Но как же вы обходитесь? Пока просто не довелось. На самом деле в Париже можно хорошо жить без... И на метро. ...без автомобиля, да. Это правда. Выбрали местное жительство Париж, потому что это все-таки вот тоже, в том числе и культурная музыкальность, и культурная столица, потому что вы могли бы жить, наверное, уже с вашей нынешней репутацией в любой другой столице. Так сложилось, что в 93-м году меня на фестивале в Афганах услышал Мстислав Ростропович, и тогда предложил мне поступить в одну из парижских консерваторий, что я и сделал, и мы тогда всей семьей переехали из Израиля. И тогда появился мой первый менеджер, и как-то так устоялось. Так что Мстислав Ростропович тоже сыграл роль в вашей судьбе. Мстислав Ростропович очень помог еще после этого. Замечательно. Видите, какие все-таки крупные музыканты вот как-то благословили вас на ваш путь в музыке. И, наверное, это прекрасно, в общем-то, вот как нигде в искусстве, особенно музыкальном, важна преемственность. Есть еще какие-то произведения, которые вам бы хотелось сыграть, но то ли руки не дошли, то ли менеджеры не заказывают. Есть сенат арпеджионы, которые уже играли на многих инструментах. И я знаю, что она получится на Фрегельгорне, но просто... Вы это чувствуете душой? Я это чувствую душой, и просто до сих пор я сам себе говорю, что надо стать еще постарше. А, вот так. Но так же, как, я знаю, некоторые певицы должны дозреть, скажем, до какой-то партии. То есть, вы имеете в виду чисто физически окрепнуть нужды, да? Нет, по возрасту. По возрасту? Чтобы... Чтобы это было по-настоящему. 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 Душа созрела. Душа созрела. Всем детстве, можно сказать. Ведь вот такой хрупкий мальчик, скажем прямо, ведь это же требует дыхания легких. Это же не так просто, наверное. Как вам это удавалось? Как это было тогда, ну, не знаю, может быть, папа это лучше помнит. Я помню, что тогда папа говорил, что раз сил у меня нет, то поэтому я их и не трачу. Вот так. Но тогда же папа со мной занимался. Ну, в том числе надо было и развить легкие, ведь, да? Такого вопроса не стояло, на самом деле, как-то все естественно получалось. То есть, слияние с трубой прошло с обоюдного согласия, да? Да, да. Замечательно. Ну, и вот теперь, достигши вот этих титулов, погонения трубы, коруза трубы, надо их оправдывать каждый раз. Даже, может быть, музыканту известному, может быть, и сложнее существовать в этом мире, потому что каждый раз, выходя на сцену, вы должны подтверждать свой, ну, так сказать, рейтинг. То, что простят другому, начинающему, уже не простят вам. Есть такой момент, если выходишь играть перед публикой, который уже знает музыканты, то это более ответственный момент. Хотя, конечно, любой концерт ответственный, но те, кто знают, уже, они, наверное, более критично относятся. Ну, бывали случаи, когда вы оставались недовольны собой, когда что-то не удавалось? Когда я недоволен собой, это каждый раз происходит. Каждый раз? Но это от требовательности или бывали какие-то, ну, киксы, так сказать, которые действительно себе не прощаются? Ну, досадные моменты иногда случаются на концертах. В общем, все живые люди. И дело даже не в каких-то непопаданиях, грубо говоря, а просто не всегда получается выразить на инструменте то, что есть в душе. Но на самом деле это самое сложное, как раз передать все это. Но часто вам уже удается. Я считаю, что на самом деле у каждого музыканта есть некая такая борьба устранить этот барьер между тем, что в душе и то, что слышит публика. А барьер этот в инструменте, я думаю, находится. КОНЕЦ Я очень рад нашей встрече, нашей беседе 20 лет спустя, так сказать. Ну, слава богу, мы встречались и на протяжении этих двух десятилетий. Я с удовольствием слежу за вашей веренной карьерой, если это слово здесь уместно. И надеюсь, что вы еще нас удивите. И звук вашей трубы, флюгельгорна, а может и иных инструментов, кто знает, порадует нас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.